Стало традицией на Кубани начинать год с открытия цикла мероприятий, важных для патриотического воспитания молодежи. Они проходят в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Торжественное его открытие состоялось 23 января в городском Доме культуры. Великой Отечественной войны приветствовал собравшихся глава Славянского района Роман Сенеговский. По доброй традиции в начале года мы проводим месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Его девиз – воинский долг, честь и судьба. Я уверен, что все мероприятия, которые пройдут в рамках месячника, найдут отклик в сердцах славянства, прежде всего молодых ребят нашего подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы наши дети выросли патриотично настроенными, честными, порядочными людьми. Любили свою страну, были готовы служить ей и нести ответственность за ее судьбу. А самое лучшее воспитание строится на принципах уважения к старшему поколению, к истории России и Кубани, на примерах боевых подвигов, мужества наших земляков, дорогих, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн, солдат и офицеров, стоящих сегодня на страже мирной и благополучной жизни каждого из нас. Их судьбы, службы и дела как раз тот самый учебник жизни, по которому ведется патриотическая работа с нашей молодежью. Каждый год при проведении месячника выбирается главная тема, связанная с военной историей нашей страны, которая ледь мотивом проходит через все мероприятия. В нынешнем году такими темами станут 30-летие вывода войск из Афганистана и 75-летие снятия блокады Ленинграда. Обращаясь сейчас к молодежи, я хочу сказать, что в течение месяца, который сейчас предстоит встреча с ветеранами, теми же самыми учителями, ветеранами войн, ветеранами действий, которых я представляю, ветеранами труда, глубже изучить те нравственные принципы, которые помогли нам победить в нашей истории. Для этого молодежь должна изучить свои славные традиции, истории, выполнить свою роль, заменить достойно наше поколение в деле. Концерт, подготовленный для торжественного открытия месячника, был составлен из самых лучших песен о подвигах солдат разных лет. Глубоко прочувствованные исполнителями номера нашли отклик у зрителей. Мать уловила глаз его движения и обернулась, дверь перекрестив. И от креста мне стало так легко, что я воссел с улыбкой на пороге и видел, как мурлыча старый кот проходит сквозь мои в обмотках ноги. Я охнул от догадки, Боже мой! И мать пристала, ахнув от догадки, кто тут, она спросила. Без оглядки я выкатился из дому долой. Она за мною, кто тут, кто тут следом? А я, упав сквеца не вниз, а вверх, как в детском сне, объятный ясным светом, стал подниматься плавно о кистье. Покуда дом хранила тень мою, все мать смотрела в небо настороженно. Из окружения вышел только я. Но вышло так, что я не вышел. Ты тоже. В рамках месячника в подрастающем поколении воспитывает чувство патриотизма, проводя разнообразные и интересные мероприятия. Это и уроки мужества, на которых о воинской доблести рассказывают настоящие военные, на себе испытавшие все тяготы вооруженных конфликтов. Военизированные спортивные игры помогают мальчишкам и девчонкам самим прочувствовать себя в роли защитника Отечества. В этом году в течение месяца каждый класс берет себе имя одного из героев нашего района и защищает свое имя. И перед всей школой демонстрирует этого героя, рассказывает, почему мы должны его помнить. У нас будет имя Юрий Николаевич. Это человек, который основал кадетское движение в нашей школе. И это большая честь, что именно наш класс будет носить его имя. Учащимся 16-й школы выпала честь совершить возложение траурной корзины к вечному огню в парке 40-летия Победы. Это традиционная часть патриотических мероприятий. Знак глубокого уважения молодого поколения к подвигам советских солдат разных лет. На примере отцов, дедов, прадедов, ребята занимаются самовоспитанием. То есть это укрепляет стержень внутри каждого молодого человека. Молодежь становится более патриотичной, начинает больше любить свою родину. Дети не сидят дома за компьютерами, не проводят время в каких-то сомнительных компаниях. То есть молодежь действительно выходит на улицу, принимает активное участие в спортивных соревнованиях, в исторических викторинах. Также ребята из клуба пост номер один несут почетную вахту памяти, что тем самым на своем примере показывает подрастающему поколению важность осознания того, что наши деды воевали не зря. Тема патриотического воспитания в Славянском районе поднимается не только в рамках месячника. Тому подтверждение популярность у молодежи клубов военно-патриотической направленности, среди которых и клуб пост номер один, члены которого несут почетную вахту памяти у Вечного огня в выходные дни и в дни памятных и праздничных дат. Акцентирование внимания на этой теме, которому способствует проведение месячника, помогает привлечь в ряды юных патриотов еще больше ребят. Поднимает дух, это очень интересно. Молодежь хотя бы занимается чем-то, смотрит, как мы занимаемся, там тоже хотят к нам. Месячник, стартовавший 23 января, завершится ко Дню защитников Отечества. За это время детям и молодежи Славянского района предстоит принять участие в десятках мероприятий, которые помогут вспомнить или узнать много нового о славном военном прошлом нашей страны. Анна Монастыренко, Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События».